Вопрос использования и сохранения водных ресурсов личного бассейна Кура-Аракс касается всех стран Южного Кавказа, поскольку эти реки текут по территории всех трех государств региона и вследствие этого подвергаются различным давлениям. Аракс и Кура – одни из самых крупных рек регионов. Аракс – вторая после Нила, самая илистая река на планете. Они берут начало в Турции и, протекая по территории Ирана, Грузии и Армении, соединяются в Азербайджане и впадают в Каспийское море. Бассейн Кура-Аракс является основным водным ресурсом Южного Кавказа, и все трансграничные водные проблемы связаны с этой речной системой. Независимо от того, из какой страны берут начало и куда втекают эти реки, давление на качество воды оказывается из всех трех стран, образующих речную систему. Однако из-за географического положения вода достигает Азербайджана через Армению и Грузию, подвергаясь по пути различным давлениям. Они проходят через определенные территории соседних государств, загрязняются химическими элементами, медикаментами и всеми остальными загрязнителями токсических отходов, и все это попадает на территорию Азербайджана. Когда уже река Арас попадает в реку Куру, там увеличивается, конечно, и мутность, и взвешенные частицы, и в то же время и металлы, и сульфаты в два раза увеличиваются, и плюс еще биогенные вещества. Председатель действующей в Армении общественной организации ЭКОУР Инга Зарафян говорит, что основная часть загрязнения, которые несут в себе воды, остается в Армении. Армения около 80% своих наземных вод отдает соседним странам. И, конечно, находясь наверху, если какое-то загрязнение происходит в Армении, оно обязательно будет влиять и на соседние страны. Другой вопрос, что то, что загрязнение, которое у нас происходит, конечно, в первую очередь влияет на территорию Армении. И на наши воды, и на наши почвы, и остается у нас, и накапливается в первую очередь у нас. Заместитель начальника Центра мониторинга воздействия на окружающую среду Министерства охраны природы Армении Сейран Минасян указывает на три фактора загрязнения воды. Количество населения, степень развития страны и уровень технологичности. С точки зрения технологического развития, все три страны региона находятся на одинаковом уровне. Но если население Азербайджана превышает наше в три раза, значит и загрязняется там в три раза больше, чем у нас. Если сельское хозяйство у них крупнее нашего в три раза, значит и загрязняют они больше. Во времена Советского Союза проблемы бассейна Кураракс решали с распоряжениями центральных властей. А после распада страны в этой сфере возникли ряд проблем. Вы знаете, что уже больше 20 лет уже нет Советского Союза. А до этого какие-то сооружения, очистительные сооружения и в территории Армении, и в Грузии. Они уже прошли свой срок. По словам начальника Агентства управления водными ресурсами Министерства охраны природы Армении Володина Риманяна, три страны Южного Кавказа находились на одном корабле, который назывался Советский Союз. Сейчас этот корабль потанул, но мы остались. Все станции биоочистки сточных городских вод, построенные в советские времена, сейчас не действуют ни в Армении, ни в Азербайджане. Они в том же положении, что и мы. Основными источниками загрязнения являются промышленность, бытовые источные воды, сельскохозяйственные удобрения, попадающие в воду во время сезонных дождей. В настоящее время серьезнейшим источником загрязнения стала нефть и нефтепродукты. По сравнению с советским периодом, картина загрязнения вот изменилась, поскольку почти по всем компонентам загрязнения был зафиксирован спад. И в Армении, и в Грузии промышленность, можно сказать, что она со своей 20-30% силой работает. Это уменьшилось загрязнение по сравнению, скажем, 70-80-е годы, но это не означает, что загрязнения нет, трансграничных загрязнений нет. Есть, конечно, но она меньше количества. Миносян в контексте сокращения источников загрязнения указывает на уменьшение промышленного и сельскохозяйственного секторов. В то же время эксперт говорит о трансграничном воздействии по части органического загрязнения. Но до того, как вода достигнет границы, благодаря потенциалу самоочищения реки, коммунальное давление падает практически до нулевого уровня. Конечно, исключить и говорить, что давления нет, нельзя, но оно не столь существенно. Отходы горнодобывающей промышленности в виде тяжелых металлов попадают в реку Аракс через приток Карчаван на юге Армении. Здесь река не успевает самоочиститься из-за небольшой длины Карчавана. Начиная с 2005 года, мы четыре раза в год проводим армяно-иранский совместный мониторинг на участках входа и выхода реки. Результаты исследований показывают, что большого давления на Аракс нет. Карчаван, конечно, загрязнен, и его больше нельзя называть притоком, но его течение уступает потоку Араксов 600-700 раз, и не может иметь значительного воздействия. В Министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана признают наличие локальных бытовых и сельскохозяйственных стоков непосредственно в Куру и Каспий, со стороны населения азербайджанских сел и фермерских хозяйств, находящихся в непосредственной близости от рек. Заместитель директора Департамента по мониторингу окружающей среды Минэкологии Матанат Авазова говорит, что в нединных районах Азербайджана, как и в верхнем течении Куры, происходит биогенное загрязнение реки органическими отходами. В Министерстве экологии много лет тому назад пришли к решению применять биологические методы определения загрязняющих веществ, которые ухудшают качество воды в Куре и Араксе. По словам экспертов, выбрасывание селянами в реку навоза, бытового мусора и других отходов предотвратить очень сложно. Все это должно вывозиться на специальные мусорные полигоны в централизованном порядке. Не желая платить за вывоз мусора, прибрежное население просто выбрасывает его в реку. Журналисты, участвовавшие в проекте изучения загрязнения Куры и Аракса, сами наблюдали, как по небольшим трубам, проложенным из хозяйств села Новрузлу Сальянского района Азербайджана, в реки спускались неочищенные бытовые отходы. Международные документы, регулирующие проблемы трансграничных вод, это Хельсинская конвенция стабильного сохранения и использования трансграничных рек и озер и водная рамочная директива Европейского Союза. Хельсинскую конвенцию подписал лишь Азербайджан, Армения, Грузия пока воздерживаются. Турция, откуда берут начало воды бассейна, также не подписал конвенцию. Согласно водной рамочной директиве Евросоюза, должны быть разработаны правительственные планы для всех водных бассейнов. В основе этих планов должны лежать программы мероприятий по достижению приемлемой ситуации в этой сфере. В 2011 году Армения изменила нормативы воды и установила 5 градаций оценки качества воды для 14 крупных речных бассейнов и их отдельных участков. Установленные в Армении водные нормативы создают основу для реализации требований Европейской водной рамочной директивы. Мы единственная страна в СНГ, у которой есть подобные нормы градации качества воды. В Азербайджане применяется советский стандарт чистоты речной воды, который был принят в 1988 году Министерством здравоохранения СССР. Он называется «предельно допустимой концентрацией вредных веществ в водных объектах хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водоиспользования». Эколог Тельман Зайналов объясняет сохранение советских стандартов чистоты воды в Азербайджане высоким уровнем экологических требований, применявшихся в Советском Союзе. В Азербайджане, по его словам, предпочитают применять проверенные и обоснованные советские нормы чистоты воды и не видят смысла заменять их другими. В то же время в Азербайджане рассматривается возможность применения новых стандартов определения чистоты воды. Армения, Азербайджан и Грузия с 2008 года участвуют в совместном мониторинге трансграничных рек бассейна Куры, который осуществляется в Евросоюзе. Руководитель программы Анатолий Пичугин указывает на то, что Армения, Азербайджан и Грузия имеют различные системы и критерии оценки качества воды. Другая проблема заключается в том, говорит Пичугин, что базы, касающиеся качества воды во всех странах, часто неадекватны и не внушают доверия. Из-за этого оценки качества воды со стороны этих стран фактически несовместимы, как и их подходы к системе оценки качества воды, которые имеют большие различия с критериями Евросоюза. Участник программы Евросоюза, эксперт по водному управлению ВАГ Тонуэн, говорит, что когда специалисты проводят совместный мониторинг, обмениваются данными, растет доверие. Совместные мониторинги должны проводиться государственными водными агентствами, считает Тонуэн. В противном случае, уверен эксперт, государство может установить норматив воды чуть ниже отличного и сказать соседям, что вода, которая попадает к ним от других, некачественная. А сосед, в свою очередь, может заявлять, что она соответствует нормам и отвечает требованиям законодательства его страны. Для того, чтобы очистить Куринскую или Араксинскую воду Аракса, нужно построить очистительные сооружения. Неоднократно мы поднимали эту проблему при встрече в Грузии, всех этих трех государств. И когда мы подняли эту проблему, я им сказал, выполняйте свою государственную политику и внедряйте добрососедские отношения со своими государственными соседями. Чтобы избежать взаимных обвинений, необходимо проводить мониторинги. Давайте организуем совместный мониторинг и установим степень нашего фонового загрязнения. Армения готова на совместный с Азербайджаном мониторинг качества водных ресурсов транскраничных бассейнов воды. Начиная с 2000 года, международные донорские сообщества осуществили в регионе 18 программ общей стоимостью 25 миллионов долларов. Программы затрагивали различные аспекты управления водными ресурсами. Программы затрагивали различные аспекты управления водными ресурсами.